Сегодня у нас с вами семинар будет посвящен приближающимся изменениям законодательства, которые у нас вступят в силу с 1 января 2017 года. Мы поговорим, конечно, пока сегодня только про один из них, это введение единого социального страхового сбора вместо взносов, которые мы сейчас уплачиваем во внебюджетные фонды. Вы знаете, до последнего момента я еще вчера получала письмо из ФСС, пришли письма о том, как будет организована работа. То есть на самом деле я думала, что к этой дате уже будет все известно окончательно, но, к сожалению, большому мы, как всегда, подходим к январю, с большими вопросами. Все, что максимально могла найти по этой теме, я вам сегодня расскажу. Но, конечно, надо держать руку на пульсе, потому что много чего недосказано будет еще. И мы об этом поговорим. Итак, 1 января 2017 года страховые взносы во внебюджетные фонды станут единым сбором, который будут контролировать налоговики. То есть вводится это все у нас с 1 января. У нас появится новый КБК, то есть код бюджетной классификации. Надо ли нам ждать массовых выездных проверок по взносам, обещают нам опять льготный период, когда проверять нас долго сильно не будут. Ну, по крайней мере, обещают, что много их не будет. По порядку. Что у нас изменится? Изменятся предельные базы по взносам. Знаете, да, что у нас есть пенсионный фонд, ограничения сейчас 796 тысяч, с которых годового дохода, с которых начисляются страховые взносы в полном объеме, и сверху идут другие немножечко суммы, 10%. В ФСС есть ограничения и так далее. Изменятся предельные базы. Реквизиты платежки тоже изменятся. Изменится КБК, изменится получатель. Изменится состав формы и сроки отчетности. Изменится процедура проверки и штрафные санкции. Об этом мы поговорим. Что останется прежним? Мы с вами будем как неизменный элемент этой системы. Мы будем платить наши налоги. Останутся неизменными, и это радует. Облагаемые и необлагаемые выплаты. Иначе нам пришлось совсем переучиваться, изучать те материалы, которые относятся именно к облагаемым и необлагаемым. Не изменятся расчетные и отчетные периоды. То есть, как мы сейчас отчитываемся, с какой периодичностью такой и будем. Останутся пока что тарифы и сроки уплаты. Давайте по порядку. В 2017 году кто будет уплачивать страховые взносы? Конечно же, все те же самые, кто компании, осуществляющие выплаты своим работникам. И индивидуальные предприниматели, которые используют труд наемных работников. А также адвокаты, нотариусы, оценщики, патентные поверенные. То есть, в общем-то, те, кто занимается бизнесом самостоятельно, или так называемые самозанятые вица. Знаете, да, что сейчас индивидуальный предприниматель платит, если у него есть наемные работники, то платит за работников, но он также еще платит и за себя фиксированные взносы. Эти суммы и эти платежщики у нас также останутся, и процедура будет практически такая же. У нас появилась 419 статья в налоговом кодексе, в котором прописан полный список платежщиков страховых взносов. Вступает, еще раз скажу, эта статья у нас в силу с января 2017 года. Куда нам надо будет платить страховые взносы? Ну, я уже сказала, что администрировать страховые взносы будет федеральная налоговая служба, так что перечислять взносы компании и индивидуальные предприниматели будут в налоговой инспекции, в которых состоят на учете. Исключения сделаны для взносов на травматизм, то есть фонд социального страхования. Мы платили с вами две части. Одна часть по временной нетрудоспособности и всей с материнством, она переходит в администрирование налоговой службы. А вторая часть взносы от несчастных случаев и производственных заболеваний, то есть травматизм, мы обычно их называем. На самом деле, в общем-то, я говорю, что вот эта трансформация в налоговом кодексе перераспределения средств очень напоминает то, что с нами происходило в 2009 году. Только там было все наоборот. У нас до этого действовал единый социальный налог, который последний год мы уплачили в 2009. С 2010 года мы стали уплачивать все в внебюджетные фонды. Теперь получается, законодатель говорит, не справляются, я его называю законодатель, но все понимают, да, не справляются фонды с распределением бюджетных средств и прочих. Хотя вот на самом деле фонд социального страхования работает гораздо комфортнее, нежели чем налогового органа, да. Вот то, что пенсионный фонд забирают, это радует. Это прям радует, потому что настолько консервативное, неторопливое и прочее, товарищи. Не торопится. И то, что у них забирают, это, конечно, хорошо. Мы потом проанализируем. Взносы по травматизму оставили за фондом социального страхования. То есть у нас получается, смотрите, мы отчитывались только в фонд социального страхования, а теперь часть будет где? В налоговой, а часть ФСС. То есть вы понимаете, что отчетности у нас будет больше. Да, там не две. Там будет больше. Значит, тогда нам страховые взносы надо уплачивать. До 15-го числа каждого месяца. То есть срок уплаты нам обещают не менять. Как всегда, если срок уплаты попадает на выходной или праздник, он переносится, конечно же, на первый рабочий день. Но не вперед, а назад, да, то есть на понедельник. Это радует. Это радует. КБК. Написано у меня. Пока что они неизвестны. Как и всегда. Значит, хорошо бы они к 15-му января у нас с вами появились. Поэтому я не думаю, что они будут раньше. Вот совершенно так не думаю. Раньше, чем 1-го января. И придем с вами с праздников. И первым делом будем искать КБК новое. Но что поменяется, однозначно. По крайней мере, распорядитель бюджета, помните, первые три цифры в КБК пишут, кто является распорядителем. У нас там, что, 182 налоговая должна будет быть, вместо 392 и 393, которые были в КБК по страховым сносам. Теперь, что касается платежного поручения, давайте вспомним. У нас наверху, в маленьком квадратике справа, статус платильщика. Сейчас 08, будем ставить 01. Будем ставить 01, все точно так же, как в налоговых платежках. В реквизитах получателя платежа будем указывать нашу налоговую. То есть у вас также будет написано УФК по Москве и Московской области, в скобочках ФНС номер такая-то, да? И давайте еще вспомним. По страховым сносам платежное поручение мы оформляем. Вот сейчас пишем КБК, потом АКТМО, и все. А дальше идут нули. А что касается налоговых платежей, то у нас там есть и периодичность, и тип платежа. Вот это вот тоже появится. Основание платежа будет стоять двузначный код платежа в 106 поле. То есть у нас 104 КБК, 105 поле платежки ОКТМО, и в 106 поле будем указывать основание платежа. Там у нас ТП, помните, были ЗД, АШ и прочие. Вот из этой же серии. Но по страховым сносам двузначный код платежа еще пока не утвержден. Что касается отчетности. Ну, налоговики уже, слава Богу, подготовили отчет. Можете записать себе письмо с датой, да, от 19 июля 2016 года. Он включает в себя этот расчет, титульный лист и три раздела с приложениями. Но эта форма пока находится во внебюджетных фондах на согласовании. Вот как у нас работал единый социальный налог. Мы платили все деньги в бюджет, а бюджет, то есть налоговый орган распределял средства по фондам. И мы были в тот момент недовольны наличием ЕСН, потому что деньги до фондов доходили небыстро. Ну, например, полиничный лист уже надо было оплачивать, а фонд еще не знал, что мы заплатили. Я думаю, что нас здесь сейчас будет ждать, в общем-то, похожая ситуация. Да, поэтому каким образом выстроится взаимоотношение между налоговыми органами и фондами, просто надеюсь на то, что уровень, как же это называется, IT-технологий все-таки подрос. И что взаимодействие будет хорошее. Хотя, в общем-то, вы знаете, что программный продукт, по которому мы отчитываемся в пенсионный фонд, программа сама, и тот, который в ФСС, и тот, который в налоговую, это три разные совершенно программы. И к какому они консенсусу придут, и как быстро будут получать сведения, тоже пока. Что? Хорошо бы, как в ФСС. Хорошо бы. Быстро сдача отчетности. Но на самом деле, если мы будем сдавать в налоговую, в налоговую тоже очень быстро сдаются отчеты. Они быстро уходят, в отличие от пенсионного фонда, который иногда месяцами может принимать. Но вы же помните, да, в инструкции, как написано, отчетность считается сданной, если вы получили протокол о положительном решении. У вас, наверное, специфика вашего отделения пенсионного фонда. Нет, у нас присылают, и у нас разные организации в разных пенсионных находятся. Из одного присылают очень быстро, две недели. Очень быстро. Две недели. То есть другого присылают в течение месяца-двух, но считать, что это получается, если нам надо сдать до 15-го числа, до 20-го числа, там, второго месяца, то это надо отправлять очень-очень сильно заранее, чтобы к этому числу получить положительный протокол. Поэтому, конечно же, я думаю, что именно это послужило основанием для передачи этих средств в бюджет. Если, значит, что у нас, если в компании или у предпринимателя трудится менее 25 человек, новую отчетность можно будет подать и в бумажном виде. Ну, в принципе, точно так же, как и по многим вариантам отчета, да, что у нас НДФЛ и так далее, мы можем сдавать в бумажном виде, но если у нас небольшое количество людей. Если же численность превышает 25, то только в электронном виде можно будет подавать отчетность. Новый расчет по страховым сносам мы будем сдавать с вами ежеквартально. Хороший срок, крайний срок, чтобы подать форму отчетную, это 30-е число месяца следующего за отчетным кварталом. То есть 30 дней на подготовку отчета. Это лучше, чем было в ФСС, но хуже, чем было в пенсионной. Значит, мы подаем с вами за первый квартал с учетом праздников. Там, наверное, 30-е, чего у нас, апреля, да, попадает, наверное, на праздник, поэтому, на выходной день, поэтому 2 мая стоит срок. За полугодие будем сдавать 31 июля, за 9 месяцев 30 октября, и за год будем подавать 30 января 2018 года. 30 дней у нас с вами. Конечно же, мы всегда пользуемся правом. Если день сдачи приходится на выходной или праздничный, то мы сдаем в понедельник или в первый рабочий день. Кроме расчета, который мы будем сдавать в налоговую, мы будем сдавать ежемесячно в пенсионный фонд новую форму, которую ввели в этом году, СЗВМ. Помните, мы подаем сейчас ежемесячно, указывая сведения, в общем-то, одни и те же, на наших сотрудников ИНН, СНИЛС, фамилии, имя, отчество сотрудника нашего. Передвинут крайний срок сдачи этого отчета на 5 дней. У нас сейчас 10 число. Передвинут на 15 число следующего месяца. Но появится новый отчет в пенсионный фонд. Один раз в год будем подавать сведения о стаже работников. Сейчас у нас с вами шестой раздел в РСВМ содержит персонифицированный учет. На каждого сотрудника мы указываем сумму начисленных страховых взносов и страховой стаж. Вот этот страховой стаж и надо будет подавать в пенсионный фонд для того, чтобы подтвердить, что человек у нас работает. Крайний срок 1 марта следующего года. Одноразовая. Один раз в году отчетность. На этот отчет мы когда будем сдавать с вами? В 2018 году. То есть нам его в 2017 году сдавать не нужно. По правилам вступления в силу нормативных документов. Если они, конечно, не напишут какие-нибудь поправки. Опять еще. Хотя во всех разъяснениях на сегодняшний день пишут 18-й год до 1 марта. Что касается взносов на травматизм, остается администрирование ФСС. И будем также сдавать 4 ФСС. Но только, конечно же, расчет по форме изменится. Первый раздел, который у нас с вами был, его не будет. Останется один раздел для взносов на травматизм. Сроки сдачи оставят для этой отчетной формы те же. В бумажном варианте до 20-го числа. В электронном виде мы сдаем до 25-го числа следующего месяца за кварталом. 4 ФСС мы сдавали с вами один раз в квартал. Такая же периодичность остается. Итак, у нас вместо одного отчета... Нет, не одного. Давайте посчитаем, сколько у нас сейчас. РЦВ 4 ФСС с СЗВМ. У нас теперь будет вместо РЦВ общий расчет. 4 ФСС останется, но будет ополовинен. С СЗВМ останутся. И появится еще годовой отчет в пенсионный фонд остажа. 4 отчета. По срокам запомнили. Как запомнили, так ли? Итак, в 2016 году пенсионный фонд мы сдаем РЦВ 1 с СЗВМ каждый месяц. РЦВ сдаем 15-го либо 20-го, с СЗВМ 10-е. ФСС сдаем ежеквартально 20-го либо 25-го. В 2017 году расчет будем сдавать не позднее 30-го числа, один месяц после окончания квартала. сведения о стаже ежегодно. Мы с вами решили, что к 1 марта 2018 года. С СЗВМ также сдаем, но уже не так торопимся, не 10-е число, все-таки будет 15-е. Кстати, штрафы останутся те же, 500 рублей за человека. Ежеквартальный расчет по взносам на травматизм 20-е и 25-е число, в зависимости от формата. Мы это обсудили, подвели итог. Дальше. Как же это все отразится на нашей работе? Ну, здесь можно смотреть на любую ситуацию с двух сторон, с позитивной и с негативной. Бухгалтера? А? 6 НДФЛ, да. Про 6 НДФЛ это отдельный разговор, но если будут вопросы, поговорим о нем. Смотрите, как планирует законодатель? Законодатель говорит, хотя отчетов будет больше, на них будет уходить меньше времени у нас. Почему? Потому что налоговики лучше фондов делают электронные форматы, и с приемом электронной отчетности никаких сбоев не происходит. Ну, здесь можно согласиться. Можно согласиться. Конечно, это не ФСС, но это не пенсионный. Да, мы это с вами обсудили. Иногда на самом деле одностраничный СЗВМ сдать гораздо сложнее, нежели чем многостраничный 6 НДФЛ. Про заполнение-то мы, конечно, не говорим. Заполнить его проще СЗВМ, но вот, кстати, у нас с этого года вносятся там поправки некоторые моменты, тоже на СЗВМ поищите информацию, нюансы. Да. С другой стороны, нам придется делать сразу несколько отчетов одновременно, так как сдача нового отчета у нас 30 число следующего месяца за кварталом, а это что у нас? Это все наши квартальные отчеты. Это НДС, прибыль, налог на имущество и еще будет этот налог, да? Но с другой стороны, смотрите, вы точно знаете, что за 30 дней вам надо подготовить, и все они, в общем-то, идут к какому-то, к 28-му числу. Нет, НДС в 25-м. 25-е, 28-е, 30-е, то есть все как бы рядышком. То есть помнить все даты слишком, говорят, сложно. Что касается бухгалтеров, вот форумы почитаешь, конечно же, бухгалтера очень консервативны. Очень консервативны, очень не любят любые перестройки, даже если они, в общем-то, изначально прогрессивные, как думает законодатель. Мы к этому относимся очень скептически. Мнение еще одного бухгалтера, который тоже созвучно мне, что это очень похоже про ЕСН. Очень похоже. То есть когда есть больничные листы и возмещение, то это целая эпопея в документообороте. При совместных выездных проверках отдельная вообще история. Камераль каждый квартал. Если в сроки платить не будем отчисления, то счета будут постоянно блокировать. Мы сейчас проговорим еще с вами про наказание, потому что это уже будут наказания не в соответствии с 12-м ФЗ, а в соответствии с налоговым кодексом. И у налоговиков полномочий гораздо больше. Открывать будут при условии оплаты пеней по последнему дню платежа. Ну, знаете, кто-нибудь попадал в такую ситуацию, когда счет блокировали? Вот те, кто попадали, знают эту всю печальную ситуацию. Пока последнюю копейку не заплатишь в бюджет, тебе счет не разблокируют. А это остановка всей деятельности фирмы, в общем-то. Еще один минус, который тоже нас с вами будет ждать. Путаница с остатками. Несмотря на то, что мы с вами платили фонды с копейками, мы же фонды с копейками платили, а налоги мы считаем с вами как? В рублях круглых. Платить этот взнос мы будем с вами с копейками. Не запутаться бы, да? Сейчас из закона следует, что переплату, которая останется на 1 января 2017 года, будут возвращать фонды. А вот если у вас будет недоимка на 1 января, взыскивать будут налоговики. То есть что сделают сейчас эти фонды и налоговые? Они обменяются актами передачи дел, и по каждому налогоплательщику будет известно сальто на начало периода. То есть если переплата, иди в тот фонд и выпрашивай деньги обратно, а если недоимка, то платим налоговым. Что у нас было еще сложного? Может быть, вот обращали внимание, в РСВ у нас долгое время висела первая строка, вот самая верхняя, десятая строка, там была остатки по ЕСН. Потом у нас были страховые накопительные части, у нас появились в РСВ два дополнительных столбика, которые относились к накопительной страховой части за те годы-годы. Эти деньги никто не возвращал, если путались КБК, ЕСН. То есть если была переплата там, нам никто их не возвращал, а здесь недоимку быстренько взыскивали. Поэтому, как рекомендация, с остатками лучше разбираться сейчас, в декабре. Там где-то у меня есть слайд, мы дойдем до него, поговорим. То есть, чтобы не потерять деньги, лучше всего проделать всю процедуру сейчас и закрыть все долги сейчас. Предупрежден, значит, вооружен. Когда с новыми КБК остатками все уляжется, должно стать проще. Очень оптимистичный взгляд на жизнь. Да, да, будет все лучше. Получается, что если все взносы будет администрировать только налоговая, то переплата по одному может быть учтена в счет неуплата по другому. И с налогами. Кроме того, у налоговиков сейчас установлено новое программное обеспечение. Налог 3 у них программа идет. У них платежи проходят быстрее. И лицевой счет можно посмотреть быстрее. Так и проще. Но еще раз напомню, что платить новые взносы надо будет в рублях и копейках. Не путайтесь с налогами. Налоги в рублях. Единый страховой взнос будет ЕСС-сбор. Его кто как называет? Кто взносом, кто сбором. В литературах по-разному встречается. А его мы будем платить все равно в рублях и копейках. Теперь про блокировку счета. В налоговом кодексе написано, что за несвоевременную оплату налоговый орган имеет право блокировать счета. Кого уведомляют? Банк отсылают и блокируют. И на южной ходе приходят банк, они блокируют. Вам не повезло с пенсионом, но вам повезло с налоговой. Да. Не знаю, у нас никуда требования не присылают, у нас сразу идет на счета. Да, не знаю, куда они отправляют. Мы сидим по юридическому адресу. Да, не доходят. Поэтому я говорю, что вам повезло с налоговой, не повезя, не повезя с пенсионом. То есть нам станет опасно откладывать уплату взносов до тех пор, пока из налоговой не придут требования. Сейчас бухгалтера, в общем-то, некоторые делают подобным образом, чтобы не допустить ошибок в платежках. Январские, например, платежи, которые надо. Иногда бухгалтер не платит, пока не выставит требования. Выставит требования, в требовании будет указано четко КБК. Все необходимые реквизиты для платежа. Я тоже поспорила. Если нас заплатили по КБК, по КБК, они вообще не туда ушли. И не туда ушли. Всякое бывает. Поэтому лучше всего, конечно же, про КБК узнавать. Нам, например, налоговая всегда с утра... С утра, господи. С начала года присылает письма. С указанием КБК, изменившихся в этом году. Но присылают они как-то ближе к марту почему-то. Да, это с начала года. Сейчас будет, получается, нам до 15 января надо будет заплатить за декабрь. У вас там какие-то комментарии? Нет? Заплатить за декабрь, по какому КБК, будет еще пока непонятно. Главное, чтобы они их написали. Про лимиты. Что у нас сейчас в 2016 году? В пенсионный фонд у нас есть предельная величина 796 тысяч, сверх которой доходы физлица облагаются по ставке 10%. По временной нетрудоспособности ФСС мы платим страховые взносы. Есть предельная величина 718 тысяч рублей. Что касается ФОМСа, фонда обязательного медицинского страхования, то ограничений нет, и на травматизм ограничений нет. То есть все доходы облагаются в полном объеме. Что касается 2017 года, то максимальные выплаты, с которых надо начислять сносы, вырастут. Чиновники утвердят, к декабрю это все в лучшем случае. Проиндексируют лимиты с учетом роста средней заработной платы. Это у нас ежегодно, в общем-то, происходит. Мы каждый раз удивляемся, откуда предельная величина. Я помню, что когда у нас первый раз появилась сумма 415 тысяч рублей, у всех было куча вопросов, откуда такая цифра. Сказали, что это средняя заработная плата по стране. 415 мы делили на 12 месяцев, у нас получалось больше 30 тысяч рублей. И люди из регионов кричали, дайте нам среднюю зарплату. Но, с другой стороны, те, у кого зарплата меньше предельной величины, получают страховый оттенок. Оплату по больничному листу в полном объеме, как они бы получали заработную плату. В отличие от тех, у кого зарплата превышает предельную величину. Люди на больничном сразу же получают с учетом ограничений. К декабрю возьмется сумма средней заработной платы, умножится на 12 месяцев и на коэффициент 1,9. Вот осталось только узнать, какая будет средняя зарплата по стране. Не знаю, было ли повышение зарплаты в этом году, мне кажется, что у всех. МРОД повысили. Но это же не значит, что зарплата у всех повысилась. Мне всегда удивительно. МРОД многие организации даже не в состоянии. У меня слушательница сейчас есть, она говорит, мы работаем в медицинском учреждении. Но понятное дело, что у них там у глав врача и прочих есть большая зарплата. А вот медицинский обслуживающий персонал, у них оклады прописаны меньше МРОД. Она говорит, нам не с чего даже им платить, то есть сумма больше и не поступает. Поэтому не все организации даже на МРОД выходят, нынешние, которые установлены, именно про Москву я говорю. Что касается платежей, которые пойдут в часть медицинского обеспечения или же травматизма, то эта сумма также будет без ограничения облагаться в полном объеме. Что касается тарифов. Обещают, что в 2017 и 2018 году тарифы не изменят. Что они останутся такими же, как и сейчас. То есть общий тариф 30%, а есть у нас льготные тарифы с льготными видами деятельности, например, упрощенка с производственной деятельностью 20%. Дополнительные взносы на пенсионное страхование тоже останутся прежними. А вот с 2019 года тарифы вырастут до 26%. Мы все время, когда работаем в программе 1С, смотрим динамику в справочнике тарифа страховых взносов и каждый раз удивлялись, говорили, ну неужели все-таки будет 26%. Вот остается все равно в планах 26%. Общий тариф тогда поднимется у нас на 4%. То есть по остальным фондам не будет повышения, а по пенсионному будет с 22% до 26% с выплат в пределах лимита. Причем про 10% сверх лимита пока речи не идет. С другой стороны, может быть и хорошо, да? То есть будет предельная величина, а потом сверх лимита выплачивать не будем. Но как-то мне это, опять же, не сильно верится. Что касается пособий, ой, господи, страховых взносов по временной нетрудоспособности 2,9% в пределах лимита и 1,8% с выплат временно пребывающим иностранцам, то, в общем-то, поэтому тарифы у меня изменятся и медицинские тоже. Останутся 5,1%. То есть пенсионный фонд только лишь планируется изменить ставки по тарифам. Несколько слов про проверки. Мы вот получили совсем недавно запрос. Дайте нам таблицы с описанием средней стоимости вашего имущества и прочее. Таблицы, договоры, документы накладные и прочее. Никакой ссылки на проведение камеральной проверки декларации и в помине нет. И что они теперь делают? У них появились полномочия запрашивать различные документы. По НДС вообще сильно расширился перечень документов. Они могут спрашивать очень много. То есть усиливают камеральный контроль. Но меня сейчас очень сильно удивило, что они запрашивают даже без камеральной проверки. То есть нет ссылки на начало камеральной проверки. Отдайте нам все документы, подтверждающие. Ни у кого не было такого еще. У вас тоже по имуществу сделали запрос? Ну, у нас, давайте, если вот про налог на имущество говорить, у нас в 2013 году появились там изменения первые, в 2014-м вторые, в 2015-м третье изменения. И то, что сейчас происходит, они по всей вероятности пытаются выяснить, что и как. Мы, конечно, давали пояснение, но то, что они сейчас запрашивают со всеми документами накладными, отсканированными, представляете? Все запрашивают по каждому виду основного средства, который попадает в раздел, какой у нас там, второй, первая страница и вторая. Первая страница облагаемая, вторая страница леготированная. Вот по этому разделу делается запрос. Представляете, как бы вы давно это не покупали, надо им предоставить полный пакет документов. То есть получается, что полномочий по проведению проверок у налоговой гораздо больше и изучают они гораздо глубже. То есть они направили свои усилия именно на аналитический учет и отчетность. То есть они сопоставляют все данные. Очень хорошая у них программа по анализу данных. Что касается пенсионного фонда, то вот на сегодняшний день, можно сказать, кто проходил проверку пенсионного фонда, то это формальные некие проверки по плану. Они больше штрафуют за неподачу сведений каких-либо. То есть если у вас предприятие насчитывает, например, 100 человек, за каждого вы на день опоздали со сдачей СЗВ, 100 человек по 500 рублей, 50 тысяч рублей, у вас уже штраф в обязательном порядке есть. И никого не интересует, что у вас был сбой и прочие там какие-то действия. Ладно. Что касается налоговиков, они, конечно же, тщательно отбирают кандидатов в ходе предпроверочного анализа и сопоставляют различные данные. То есть смотрят налоговую нагрузку, вычеты, выручки по разным видам отчетности, зарплаты, доходы руководителей, оценивают поставщиков и так далее. По данным ФНС за 2015 год 99% выездных проверок были результативными. То есть надеяться вам на то, что вас проверят и все будет шоколадно, невозможно. То есть вы вряд ли войдете в этот 1%. И хотя они заявляют, что никаких установок по минимальным доначислениям у них нет, это не так. То есть минимальная цена выездной налоговой проверки 1 миллион рублей. С чего и начинается торг. Иначе она считается нерезультативной. Ну а средняя цена проверки зависит от региона. Например, в Санкт-Петербурге почти 41 миллион рублей. В Москве 19 миллионов рублей. В Подмосковье 6,5 миллионов рублей. Что касается пенсионного фонда, средняя цена в несколько сотен раз меньше 26 тысяч рублей. Видите, да, откуда взяты данные? По данным Госдумы. Поэтому, когда у нас передают, то есть пенсионный фонд мог вам наложить, да, средняя стоимость проверки 26 тысяч. Мы могли этим отделаться с вами спокойненько. Ну или 50, если у нас другие какие-то условия. Что касается налоговой, то понимаем, что здесь все так просто не будет. Есть ли налоговиков в ряд полномочий, которых никогда нет у фондов? Приглашали вас наверняка когда-нибудь на комиссии. Нет еще? Встречные проверки, да. Обязательно при запросе документов на встречную проверку Выставляется огромный список документов, которые надо предоставить по тому контрагенту, с которым вы работали, если его проверяют. Но помните, что у вас есть налоговый кодекс, в котором прописан перечень документов, которые вы обязаны предоставить. Все остальные документы, значит, что вы можете сделать? Не предоставлять. Лучше не предоставлять. Но лучше не то, что пишут в теме, но не дают. Не дают. А я пишу. Пишут. Пишут запросы на трех страницах. Пишут вплоть до штатного расписания и прочих документов. По НДС. Штатное расписание и НДС. Вообще непонятно. Вот. Всегда в ответе указываю. В соответствии с статьей такой-то налогового кодекса, предоставляя вам перечень документов по вашему запросу. В соответствии с этой статьей. Что они имеют право у меня спросить. Предоставляю исключительно. Ни разу не было повторного запроса. Все четко по налоговому кодексу. Я лично считаю, что чем больше мы им даем информации, тем больше они о нас знают. Почему они знают то, чего мы бы не хотели в другом каком-то случае рассказать. Значит, у инспекции есть права вызова на комиссию. Проверка встречная. Допросить сотрудников компании. Что касается нашей темы с вами, страховых взносов, вы сами прекрасно понимаете. Значит, свидетельство вашего сотрудника в налоговой инспекции – это свидетельство о заработной плате, которую он получает. Хорошо, если работники к вам придут с вопросом. Меня вызвали, что мне там сказать. Был у меня в жизни один такой случай, когда пришел работник, сотрудник и спросил. Мне, говорит, прислали повестку в налоговую инспекцию. Вы не знаете, с какой целью и чего. Он получил полный инструктаж и пошел подавать. Чего там, как это называется, свидетельские показания. Ну а если у вас есть работники недовольные работой предприятия, то сами понимаете последствия этого действия. За недоимку или несдачу отчетности заблокировать счет. Мы сегодня с вами это обсуждали, да? Но здесь есть одна важная лазейка. И мы ею всегда пользовались и пользуемся блокировать или приостанавливать операцию по счетам инспектора только за налоговую декларацию имеют право. А это у нас все-таки будет расчет. Декларации, слава богу, не являются. Смотрите, по налогу на имущество. Раз в году мы сдаем что? Налоговую декларацию, а ежеквартально сдаем расчет авансовых платежей. Значит, если мы сдаем расчет, это не декларация. То же самое касается расчета авансовых и прочих, да? И расчета страховых сносов, которые здесь будем тоже производить. Поэтому, если будут первые выплотновения, значит, надо в этом случае делать некие возражения. Теперь, что касается облагаемых и необлагаемых сумм. Облагаемые – это все те же прежние выплаты в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам. Перечень необлагаемых сумм тоже не изменился. Девятая статья, которая была у нас в 212-м федеральном законе, в общем-то, практически с этими же постулатами перешла и в налоговый кодекс. Компании будут по-прежнему также не платить взносы с компенсацией, декретных детских пособий, командировочных, выходных пособий в размере трех заработных плат. Это все не обладает. Сейчас, на сегодняшний день, у нас есть расхождение между облагаемыми суммами по НДФЛ и по страховым взносам. У нас есть с вами 217-я статья в Налоговом кодексе, которая называется «Доходы, не облагаемые НДФЛ». И есть 9-я статья в 212-м федеральном законе «Выплаты, не облагаемые страховыми взносами». И на сегодняшний день они разнятся. Ну, скажите, пожалуйста, вот больничный лист. НДФЛ не облагается? НДФЛ как раз облагается, а страховыми взносами не облагается. Да, поэтому может возникать путаницы и споры. Конечно же, налоговики уже очень хорошо знают НДФЛ, знают слабые места, где можно доначислять. Они могут, конечно же, по аналогии доначислять и взносы. Не вникая в различия с НДФЛ. Значит, вам надо запастись чем? Двумя списками. 217-я и, соответственно, что у нас там, какой номер будет по статье по взносам. И если у вас возникает та или иная ситуация для себя, просто вы прописываете, что это вот облагается этим и не облагается этим. Или наоборот. Кроме того, налоговики очень хорошо относятся к судебным решениям. То есть, если у нас складывается судебная практика, они не будут ничего доначислять. То есть, если судебная практика складывается в пользу налогоплательщика, не в их точку зрения, то тогда доначислять не будут. Они уже давно не спорят, что суточные разъездным работникам, сотрудникам обладаются в сумме, прописанной в локальном документе. А мы все с вами про 700 и про 2,5. А они говорят уже ничего. Разъездным. То есть, какое вы напишите. Причем это же суточные. Разъездным. А фонды по-прежнему требуют документы, подтверждающие, на что эти суточные потрачены. Ну, это абсурд вообще на самом деле. На что он их потратил? Суточные. На еду. На фитнес. На что он 700 рублей потратил. Да. То есть, фонды до сих пор требуют документы. Мы их даже, в общем-то, с вами и не принимаем от сотрудников. Кто-нибудь когда-нибудь принимал в командировочных расходах, чеки все от сотрудника. Что еще изменилось в расчете и уплате страховых взносов? Суточные. Как сейчас. Суточные не облагались взносами в сумме, которую закрепили в положении о командировках, коллективном договоре или другом локальном документе компании. Ни 700, ни 1000, ни 2000 в сутки страховыми взносами не облагались. Что будет в 2017 году? К взносам применят те же нормативы, которые были по НДФЛ. 700 и 2500. Пониженные взносы для компаний на упрощенке с льготным видом деятельности. Сейчас право на льготный тариф по взносам не зависит от суммы доходов компании. А в 2017 году, пока доходы компании будут укладываться в 79 миллионов рублей. Знаете эти льготные тарифы при упрощенке? Да, да, да. Образование и прочее. То есть там много чего интересного. И многие компании этим пользовались. Получается, пока доход организации укладывается в 79 миллионов рублей, будет применяться пониженный тариф. Что касается взносов предпринимателей. Вот на сегодняшний момент вы знаете о том, что у нас там есть в законе критерий 300 тысяч. То, что 300 тысяч там фиксированные взносы, индивидуальный предприниматель уплачивает на себя. А что касается сверх, 1% облагает. На сегодняшний день здесь не очень хорошая ситуация. Обещают наоборот сделать лучше. На сегодняшний день инспектора на местах исключают эти взносы 1% из расчета налога по упрощенке с объектом дохода. То есть они разрешают только фиксированную часть. Что обещают на 2017 год? Они будут называться фиксированными. Этот процент тоже будет называться фиксированным. Значит, предприниматели на упрощенке с объектом дохода смогут без риска уменьшать на эти взносы налог. Это хорошая новость. Хочется, что должно быть хорошее. Какое дело сейчас у нас с вами есть? Очень важное. Исходя из того, что я рассказала. Во-первых, надо свериться с фондами. Если есть переплата, вернуть ее или закрыть недоимку. Что касается декабрьских взносов, их лучше заплатить сейчас в декабре, чтобы выйти под ноль. Что касается сверки с фондами. Напишите заявление в свободной форме на руководителя вашего управления, пенсионного фонда и филиала ФСС. С просьбой провести совместную сверку по расчетам. Особенно сделайте это с ФСС. Все-таки пенсионный фонд, они остатки контролируют. И отчеты, в общем-то, проверяют. Но хотя тоже бывают расхождения. ФСС принимает отчеты в том виде, в котором вы сдали. И не факт, что у них в лицевом счете такие же цифры, как у вас. Копейки однозначно. Но копейки это не так страшно. Единственное, что недоимка, если будет по копейкам. Эти копейки перейдут куда? В налоговую, взыскивать будет налоговую. Ну а дальше песня. Мы уже ее с вами обсудили. Что касается ФСС, ну в общем-то везде. Лучше провести сверху. То есть если в акте сверху есть долги, то их лучше оплатить в декабре, чтобы в январе не было путаниц с реквизитами для оплаты. Я надеюсь, что вы для себя уяснили, что если недоимку вы будете платить в 2017 году, вы ее куда будете платить? В налоговую. Безопаснее вернуть или зачесть переплату в счет долгов. Главное, чтобы страховые взносы администрировал один и тот же фонд. Например, пенсионный фонд у нас с вами курирует два вида взносов на сегодняшний день. Какие? Пенсионный и ФОМС. Поэтому вы можете недоимку по одному зачесть в счет переплаты по другому. Или же переплату по пенсионам зачесть в счет долга по медицинским. Потому что рассчитываются они с медицинским фондом уже после окончания года. Оставлять переплату в счет будущих платежей рискованно. Как налоговики отразят эту информацию в учетной программе, один Бог, Господь наш, знает. Не могут. Не могут. Значит, у нас есть две формы. 22 ПФР и 22 ФСС. Это для взаимозачета. Для возврата есть 23 ПФР и 23 ФСС. Заявление можно подать как на бумаге, так и по электронке. Но еще раз повторю, есть унифицированная форма, можно написать в произвольном виде, просим провести сверку. Что касается заявлений. Заявление можно подать на бумаге. Кто сдает отчетность в электронном формате, можно отправить и по электронке. Что касается инспектора, 10 рабочих дней у него, чтобы принять решение. Поэтому когда нам надо подать заявление? 16 декабря. Да. То есть 10 рабочих дней, чтобы принять решение. 16 декабря, 10 рабочих дней, это две недели. Не откладывайте на позже. 31 декабря у нас с вами выходной. Чтобы вы знали. Если вы часть зарплаты, вторую, вы даете не позже 8 числа следующего месяца, то за декабрь надо рассчитаться самое позднее 30 декабря. Про сроки помните, у нас новый закон вышел. Про сроки выплаты зарплаты знаете? Да. Если 8 у нас приходится на праздничный день, а у вас срок выплаты зарплаты 8 число, то, соответственно, вы должны выдать заработную плату до начала праздника. И последний день получается 30 декабря. А взносы мы будем перечислять в 2017 году. По идее, мы бы так делали. Но в 2017 году это будет новый КБК, который неизвестно когда будет. Поэтому безопаснее, если вы выдаете зарплату 30 декабря, лучше страховые взносы заплатить в декабре со старым годом. То есть 30 декабря у нас еще будет пенсионный фонд? Да. 30 декабря у нас еще будет пенсионный фонд. Да. И ФСС. Соответственно. Если мы вдруг обнаружим ошибку, например, за 2016 год, но будет уже январь 2017. Отчитаться по взносам за 2016 год нам нужно в фонды. 4 ФСС за 2016 год, в том числе уточненные отчеты за период до 1 января 2017 года, нужно подавать в соцстрах. Это вот уже на официальном сайте фонда социального страхования написано, то есть подаем в соцстрах. А в пенсионный фонд значит пенсионный. Пенсионный, правда, не вывесил еще информационного письма, но я думаю, что они будут солидарны в этом своем решении. Итак, если вы находите ошибку за предыдущие периоды, то вы все еще с фондами. Мне кажется, это логично. Хотя многие пойдут в налоговую. Не надо этого делать. Если у нас вторая часть платит, не восьмого, а в десяток, и, соответственно, платить мы ее будем в десяток, после новогоднего праздника, мы все равно же можем в декабре заплатить эти взносы. Можете. В первую часть двадцатого. Можете. Да. Десятый у нас уже рабочий день был. Рабочий день. Вы же все равно считаете в последний день, месяц, ну, как бы начисление зарплаты и взнос мы производим за последний день месяца. Просто не все садятся делать зарплату в конце месяца. Правильно? Приблизительно, получается, тоже не нужно делать. Иногда мы как делали? Посчитаем, плюс-минус отправим, а потом разберемся. Лучше переплатить, нежели чем-то недоплатить или еще что. Такое, конечно, здесь допускать не нужно. Значит, сейчас у нас месяц, пока еще с вами конец сентября, у нас с вами еще куча времени для того, чтобы провести сверку. Лучше это не откладывать на декабрь. Я думаю, что в декабре там будет просто аншлаг в фондах. Сверяйтесь сейчас, выйдите на одинаковые цифры и будет красота. Законы 243 и 250 ФСЗ администратором взносов в части доходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материстом является Федеральная налоговая служба. Номера закона в себе списали. Это выдержка из информационного письма Фонда социального страхования. Что они пишут? Они просят нас обратить внимание на две позиции. Взыскание недоимки по страховым взносам по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, образовавшись в состоянии на 1 январе 2017 года, а также по результатам камеральных и выездных проверок будет проводить Федеральная налоговая служба. То же самое относится по взысканию недоимки по страховым взносам по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, образовавшейся с 1 января 2017 года по результатам камеральных и выездных проверок, в связи с непринятием к зачету расходов, будет проводить Федеральная налоговая служба. Я из этого заявления понимаю, что в больничные листы мы будем предоставлять федеральную налоговую службу и принятие к зачету расходов. То есть если полный кавардак, да, снос меняется. С одной стороны хорошо, с другой стороны не очень. Когда начнем? Ну, надеюсь, что основные задачи для себя услышали. Что касается отчетных форм, к большому сожалению, я их не смогла в сегодняшний день вам показать. Они будут менять. Вот как у нас было, например, с корректировочной счет фактуры, которую придумали тоже налоговики. Кто-нибудь ее видел в оригинале первую, нет? Она никогда не умещалась на один листок формата А4. Она уходила в длину, вдаль туда, да. Потом, наверное, какие-то умные люди ее доработали, и в результате там это было все в столбиках. До, после увеличения, уменьшения. До, после увеличения, уменьшения, да. По каждой позиции. Цена, количество, сумма без НДС, НДС и общая сумма. Кто-то догадался и длину эту, куда ее, в строчке, да, убрали. Поэтому, да, она в этом приказе написана, но в том же, в этом случае мы все равно ее не сможем с вами, к сожалению, сегодня с полной уверенности видеть. Конечно, я могу сказать, что мы эти вопросы обязательно обсудим в начале года, если вы запишетесь к нам на курсы. Я же должна сказать это. У нас большой спектр курсов обучающих. И, конечно же, уже в январе с первыми сведениями, какие будут, да, я сегодня постаралась найти максимум из того, что есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!